Уровень знаний фокинских школьников на высоте. Завершилась экзаменационная кампания 2022 года. Время подводить итоги, анализировать полученные результаты. Комментирует итоговые показатели ГИА начальник управления образования администрации Затуфокина Светлана Зубрилина. Государственная итоговая аттестация 2022 года стартовала 19 мая и продлилась до 7 июля. В городском округе Затуфокина к основному государственному экзамену были допущены 283 ученика из 284 детей, окончивших 9 классов. Один ребенок не получил допуска к аттестации из-за пропусков и неуспеваемости по нескольким предметам. К сожалению, не все ребята доказали свое право на документ о 9-летнем обучении. 28 учеников получили по одной двойке и три ученика получили две двойки и у них была возможность в июльские сроки эти экзамены пересдать. Что из этого получилось? Два выпускника английский язык не пересдали, они уходят на сентябрьские сроки и один выпускник не сдал географию, но, к сожалению, он на экзамен не пришел, так как они выехали за пределы Приморского края и поэтому ему будет предоставлена возможность сдать экзамены в сентябре. Из радостных новостей 12 девятиклассников получили красные аттестаты с отличием. Эти ребята по всем основным предметам заслужили пятерки и отлично сдали ОГЭ. Для получения аттестата об основном общем образовании ученикам требовалось сдать экзамены по двум основным дисциплинам – русскому языку и математике и двум дополнительным по выбору. В основном дети выбирают общество знания, географию и биологию. Ну, очень удивляет предмет географии, наверное, он очень простой для девятиклассников, но, как показывает практика, в одиннадцатом классе географию практически не сдает никто. Но девятиклассники выбирают. Ну и меньше всего предметов у нас выбрали дети по истории пять человек и литературу два человека. Они успешно справились, экзамены сдали. В едином государственном экзамене в этом году приняли участие 144 выпускника. На первых позициях для одиннадцатых классов также русский язык и одна из математик – базовая или профильная. Установленный минимальный порог по важным дисциплинам с первого раза, к сожалению, преодолели не все. Русский язык у нас не сдали пять детей, они прошли минимальный порог. И по математике восемь выпускников не сдали профильную математику и пять выпускников – базовую математику. К сожалению, у двоих выпускников совпали русский и математику, поэтому они аттестат не получили, и они будут сдавать осенью, сдавать экзамены. Остальные выпускники с итоговыми экзаменами справились успешно. Восемь ребят получили аттестаты о среднем общем образовании установленного образца с красной обложкой. Претендентов на аттестат с отличием было больше, но ребята не смогли набрать необходимого количества баллов на экзаменах. Пять выпускников не получили аттестаты с отличием, потому что для того, чтобы получить аттестат с отличием, недостаточно иметь одни пятерки в аттестате. Дети еще должны преодолеть порог 70 баллов и по русскому, и по математике. К сожалению, у нас трое детей, очень хорошие дети, которые шли со всеми пятерочками, но, к сожалению, 68-69 баллов набрали либо по математике, либо по русскому. К сожалению, медали они не получили. Безусловными лидерами экзаменационного марафона 2022 стали Юлия Царьгородцева, выпускница 251-й школы и гимназистка Яна Лазовицкая. Девушки показали высший результат 100 баллов. Юлия блеснула знаниями по биологии, Яна отличилась на экзамене по истории, а также получила по 98 баллов по русскому языку и обществознанию. Государственная итоговая аттестация – заключительный этап школьного учебного процесса. Проверка знаний и умений учеников. Фокинские выпускники доказали, что уровень их образования соответствует установленным госстандартам.